Здравствуйте! Всех приветствую на своем канале, всех приветствую в нашей школе будущего. Сегодня я хочу продолжить тему, поговорить с вами об Иврааме, поговорить о его детях, поговорить о его женах. И в первую очередь, конечно, мне бы хотелось поговорить о Багаре или Хаджар и о ее сыне Измаиле или Исмаиле. Но прежде чем мы вернемся к ним, я хочу сделать такую обзорную информацию. Напомнить вам о том, что у Авраама было три женщины, которые рожали ему детей. Поскольку Сара была бесплодна, то она отдала свою служанку Агарь Аврааму для того, чтобы она родила ему сына. И вот Агарь появился у Авраама Измаил. Измаил был прародителем двенадцати князей Нафаиофа, Федара, Бела, Мирсана, Мишмы, Думы, Масы, Хадда, Фемы и Итура, Анафиша и Кедмы. И эти люди, они стали прародителями арабов. От Сары позднее, через четырнадцать лет, родился сын Исаак. От Исаака родился уже Иаков, а от Иакова двенадцать колен Израилевых. Но я вам напомню эти колена, Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Забулон, Иссахар, Дан, Гатасир, Иосиф, Вениамин и Нефалим. И была у Авраамы еще одна жена, я вам говорила о ней, звали ее Хитурой, она появилась уже после смерти Сары. И вот как раз от нее родилось самое большое количество детей, шестеро человек. Это Зимран, Иакшан, Медан, Мадиан, Ишбах и Шуах. И что еще известно, значит, про тех детей, которые родились у Авраама. Когда Авраам перед смертью делил свое имущество, то, конечно, основную часть имущества он отдал Исааку, поскольку он был сыном его законной первой жены Сары. И все остальные дети получили подарки и были отправлены на восток. И мне бы сегодня очень хотелось поговорить с вами об Агаре Ильхаджар и ее сыне Измаиле. Дело в том, что люди, читающие Коран, они живут в такой вот сказке, поскольку не проверяют ту информацию, которая им дана. Дело в том, что очень многие аяты Корана искажают информацию. И в предыдущих роликах я доказала, что Авраам и Измаил не жили на территории Мекки никогда. И то, что сама собственная Агарь никогда не была на этой территории, поскольку они жили далеко от Мекки. Она вместе с сыном жила в районе Синайского полуострова. Недалеко жил Авраам. То есть это побережье было Средиземного моря. И поэтому мы вот доказали теми цитатами, которые есть в Ветхом Завете, что никак Измаил и Авраам не могли очистить дом Каабу. Ну и сегодня мне бы хотелось поговорить еще о тех мифах, которые связаны со многими достопримечательностями, которые находятся в Мекке. И эти мифы подтверждают, насколько я поняла, сунна пророка Мухаммеда, его хадисы. Я вообще бы не советовала людям, читающим Коран, пользоваться этой информацией. Почему? Потому что если бы информация была достоверной, то аяты Корана бы подтверждали это. То есть был бы аят в Коране, который говорил, читайте сунну пророка Мухаммеда. Читайте то, что написали ваши имамы. Ну поскольку ни один аят из 6236 аятов не говорит об этом, я не могу вам сказать, что это достоверная информация. Вот то, что нужно пользоваться Турой, это да, это подтверждает Коран. Я вам сейчас зачитаю еще раз, вот один из аятов, это сура собрания, аят 5. Те, кому было получено придерживаться Таура, Торы, и которые не придерживались его, подобно ослу, который везет на себе много книг. Творец не ведет прямым путем несправедливых людей. Дорогие мои, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, проверяйте ту информацию, которая у вас есть. И читайте, пожалуйста, первоисточник Тору. Ну, что я сегодня вам хочу рассказать. На территории Мекки существует источник, называется он Зам-Зам. И есть такая легенда, что сам пророк Мухаммед, он постоянно пользовался водой из этого источника. И даже дарил ее, преподносил, как такую вот живительную влагу в подарок. И действительно, люди, читающие Коран, мусульмане все, они считают этот источник святым, поскольку считается, что когда-то Авраам привел Агарь на территорию Мекки, оставил ее под деревом. И когда она кормила грудью малыша Измаила, то из земли начал бить вот этот вот источник. Есть еще одна версия, что земную тверь пробил крылом или пяткой Джибриил. Ангел Джибриил или Гавриил. И я вам хочу сказать, все это полная ложь. Во-первых, никогда Агарь и Измаил не были на территории Мекки. И когда Агарь уходил от Авраама, Измаил был намного старше. Он был не младенцем, он был уже взрослым ребенком, взрослым отроком. И Авраам никогда их не провожал, он их просто снарядил продуктами и отправил в Освояси. И я сегодня буду это подтверждать теми цитатами, которые есть на страницах Ветхого Завета. Я вам буду зачитывать Бытие. Начну с 16 главы, для того, чтобы все было подробно описано. Я начну именно с зачатия Измаила. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть и я буду иметь детей от нее. Он вошел к Агарь, и она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою, и она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Ну и Авраам сказал Саре, вот служанка твоя, в руках твоих, сделай с ней что угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее, и нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне у источника на дороге к Суру. Где находится Сур? Сур это Синайский полуостров, поэтому, когда она уходила, если речь идет об этом источнике, то вы должны понимать, что Синайский полуостров, он находится далеко от Мекки. Я вам сейчас покажу. Вот смотрите, карта, вот Мекка, так, Саудовская Аравия, вот она Мекка, а вот Синайский полуостров. То есть он находится возле Красного моря, между Средиземным морем и Красным морем. Авраам же вот здесь, вот на этой территории, это Средиземное море. И вы видите, насколько далеко находится территория Мекки. Так, итак, читаем дальше. И сказал ей ангел Господень, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары. Госпожи мои, ангел Господень сказала, не возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножай, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него, жить будет он перед лицом всех братьев своих. То есть вот даже информация говорит о том, что он жил рядом с братьями и никуда ни в какую мекку не уходил. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем, ты бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь, вслед видящего меня. Посему источник тот назывался Берлахай Ры. Что находится между Кадесом и между Боредом? Ну никак не в Мекке, если речь идет об источнике Замзам. Читаем дальше. Так, Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Итак, это очень такая дата, которую нужно запомнить. Очень важная дата. 86 лет ему было, когда родился Измаил. Читаем дальше. Так, читаем дальше. Затем появляется у Сары ее сын Исаак. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. Это глава у нас 21. И нарек Авраама имя сыну своему, родившемуся у него, которая родила ему Сара, Исаак. Авраам был 100 лет, когда родился Исаак. А теперь считаем. Если Аврааму было 100 лет, а родил он Измаила 86, то сколько было Измаилу? 14 лет. Он находился рядом с отцом и никуда не уходил. То есть они жили рядом до 14 лет. Поэтому младенцем он оказаться на территории Мекки, но никак не мог. Причем еще мы должны учесть одно событие. Здесь описывается то, что Исаак вырос, то есть дитя выросло и отнято от груди, Авраам сделал большой пир в тот день. Ну, если мы будем логически рассуждать, то, например, Коран говорит о том, что ребенка нужно кормить более двух лет. Ну, давайте ориентировочно возьмем два года. И если к 14 годам прибавить два года, то получается, что Измаилу примерно было 16 лет на тот момент, когда бросили кормить грудью Исаака. Значит, что происходит дальше? Зачитываю. Видела Сара, что сын Агарии, египтянки, которой она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком и сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее. Ну, естественно, Авраам расстроился, потому что все-таки первый сын, и он его тоже любил. И Бог сказал ему, но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока рабыни твоей. И от сына рабыни твоей я произведу, великий народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи. И отрока не отпустил ее. То есть он дал ей провизию, продукты и отправил во Свояси. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавия. Ну, если посмотреть на карту, и мы уже обсуждали, что Авраам жил в Версавии, и когда он должен был отвезти Исаака для жертвоприношения на гору моря, то есть это сегодняшний Иерусалим, то они шли трое суток. Вы должны понимать, что Версавия находится, пустыня Версавии возле Иерусалима, недалеко. И это очень далеко от территории Мекки. Еще раз показываю. Так, вот у нас Мекка, а вот здесь у нас ориентировочно Иерусалим. Это очень далеко. И заблудилась она вот где-то вот в этом вот промежутке, это пустыня Версавии. Так, и вот как раз здесь появляется вот этот вот колодец с водой. И как раз вот то событие, которое описывается об источнике Замзам, оно здесь описывается подобным образом. Очень похоже событие, но просто находится они на другой территории. Итак, читаю. Презведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живой, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. И жил он в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Пустыня Фаран это также область вот рядом с Синайским полуостровом. Это вот та же самая территория. И то есть это рядом как раз с Египтом, даже частично на территории Египта. Но она же египтянка, куда же она еще должна была идти? Ну естественно в сторону Египта. И жили они рядышком здесь, никогда они в Мекку не ходили. Все это чушь полная. И лет жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавила до Сура, что перед Египтом, как идешь к Асирии. Они поселились перед лесом всех братьев своих. Ну вот этот цитат тоже доказывает как раз то, что они жили на территории Синайского полуострова. И в Мекке никогда не были. И поэтому вот этот вот источник Замза, он собственно никак не связан ни с Хаджар, ни с Маилом. И все это выдуманная история. Поэтому дорогие мои люди, читающие Коран, будьте более бдительны. Проверяйте всю информацию. И если вы не хотите жить сказками, а хотите жить реальными событиями, быть людьми, мудрыми, умными и знающими, то вы должны проверять все, что написано в Сонне и что написано в Коране. И обращаться в первую очередь к первоисточникам. Всего вам доброго. До следующих уроков. Продолжение следует.